что касается неуверенности что-то преодолеть любая практика особенно касается все что нашего внутреннего состояния это подобно строительство красивого дома который строительство красивого дома который нет смысла строить на болоте должен быть фундамент и фундамент это наша состоятельность здесь сейчас если мы от своей неуверенности будем что-то преодолевать то мы постоянно себя ломаем и по пути эти блоки страхи копятся 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 необходимо фундамент поставить чтобы стать успешным надо сначала почувствовать себя успешным чтобы стать уверенным надо сначала почувствовать себя уверенным чтобы стать там лидером надо сначала почувствовать себя лидером чтобы там стать там сверх йога надо сначала почувствовать себя сверх йогом и человек сначала первый шаг расслабляется расслабляется, закрывает глаза. И любые аффирмации, визуализации, внутренние практики, они всегда работают только на моменте настоящего. Наше подсознание не работает в прошлом и будущем. Это ум. Я буду успешным, я буду там уверенным. А как я только начинаю задавать себе команду, я буду уверенным, подсознание откидывает это. Все, что я буду, либо я была, откидывает. Она только я сейчас. Это подобно тому, что... Вот Раиль, можно попросить тебя поднять вот это вот полено круглое? И вот что ты сделал? Поднял. А какая была задача? Попробовать. Попробовать. Ну ты все правильно сделал, тут выхода у тебя не было. Попробовать. Можно только поднять, либо не поднять. Попробовать мы не можем. Это вот сразу в Спасе этому первому учат. И общаться со своим подсознанием, то есть со своим фундаментом. И точно так же, если мы говорим о неуверенности, человек начинает себя сначала ощущать, я уверенный, я уверенный. И это называется техника засеять зерно в почву. Первые, допустим, неделю, неделю, я начинаю языком говорить вслух там, либо про себя. Я уверенный, я уверенный, я уверенный, я уверенный, я уверенный. Там по 5 минут, 10 минут. Через неделю я должен делать то же самое без движения языка. Язык прижать к верхнему небу и говорить, я уверенный, я уверенный без движения языка. У нас будет запускать ментал. Мы начнем замечать, что я это образом делаю, мыслю делаю. Мыслю делаю. А первый шаг необходим речевой, необходим для того, чтобы скинуть барьеры. Достоин, недостоин, получится, не получится. И также запустят мыслеформу. И вот через неделю с речью про себя можно, не важно, чтобы кто-то слышал, не слышал. Потом вторая неделя без движения языка. И третья неделя у нас запустится ощущение. Я начну ощущать себя уверенным. И вот это называется засеять зерно в почву. От речевого без движения языка и состояния. И вот оно начинает взращиваться. И на самом деле раньше молитву так читали сердцем. Когда мы ее слышим речью, это первая стадия. Более глубокий без движения языка. Потом более глубокий сердцем. Мантры тоже самое. Все должно опускаться на состояние. И первое это, вот мы как говорили, колесницы. Свет, образ, звук. И так мы как раз поднимаемся по колеснице вверх. Все становится медитацией. И так можно полностью себя прокачать. Если первые две речью с движением языком и без движения языка называется красить золото золотой краской. Но мы должны ее это использовать, пока не можем войти напрямую. А потом, когда войдем в прямое состояние, все иллюзии снова будут расщепляться, которые мы по нас создавали. Ну вот один, допустим, прыгнул в прорубь. Холодно. И он, ай, как холодно, страдает. А когда мы испытываем микростресс, все, что у нас на уме, запоминают клетки. Почему раньше, когда человек прыгал в прорубь, он кричал «Ура!»? Либо ему холодно. Он говорит «Ой, как хорошо!» Потому что все, что испытываем, когда мы испытываем стресс, начинают впитывать клетки. А если человек еще находится в стадии разрушения, допустим, неуверенности, и будет преодолевать микрострессы, он будет в них себя усиливать. Если темное добавит силу, будет увеличиваться темное. Если светлое добавит силу, будет увеличиваться светлое. Вот этот ваш подход, это он должен быть ступенчатый. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok